Новости Сургут 24 Крымская весна в Сургуте. В нашем городе прошли торжественные мероприятия по случаю годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Более 5000 человек стали участниками традиционного слета оленеводов, рыболовов и охотников в Сургутском районе, чем удивляла деревня Рускинская в этом году. И поддерживали сказочные герои. Благотворительный фонд «Траектория надежды» провел акцию для маленьких пациентов процедурных кабинетов. В Сургуте прошли торжественные мероприятия, посвященные дате вхождения Крыма в состав Российской Федерации. На площади у городского культурного центра был организован праздничный митинг-концерт. Здесь собрались представители администрации и Думы Сургута, патриотических объединений, национальных диаспор, горожане. Со сцены звучали патриотические песни, художественные коллективы представили зрителям свои творческие номера. Как отмечали собравшиеся, 18 марта 2014 года состоялось одно из важнейших событий в новейшей истории нашей страны. День лет назад Крым делал свой выбор, и крымчане выбрали путь домой, путь в Россию. Чем делали это мирно и цивилизованно, что делал с уроком для всего мира. Так была установлена историческая справедливость. До 19 века Крым вместе с Россией. У нас общая история, у нас общее настоящее. И, уверен, у нас светлое, хорошее будущее. За эти годы Евра и Крым активно укрепляли свои связи социальные, культурные, экономические. Вместе мы делаем нашу страну лучше. Мероприятия, проходящие сейчас специально военной операцией, также направлены на восстановление стабильности, спокойствия, динафикации территории, где на протяжении многих лет наши соотечественники терпели притеснения, мирное население подвергалось обстрелам и бомбежкам. Над вошедшими сейчас в состав России Донецкой и Луганской республиками, Херсонской и Запорожской областями взяли шество многие регионы страны. Подписано соглашение о сотрудничестве. Югра не исключение. Из Сибири в ЛНР и ДНР отправляются гуманитарные грузы. Округ принимает на лечение и отдых жители регионов, где до сих пор обстановка остается сложной. Югорчане участвуют и в восстановлении городов, пострадавших от обстрелов. Крымская весна стала символом духовного и патриотического единения. Символом и подтверждением того, что мы вместе. И сегодня снова мы уверенно заявляем, что сила наша в правде, в справедливости, в нашей любви к Отечеству, гордости за наши победы великие, за сохранение наших традиций культурных и духовных. Сегодня передаем поздравления крымчанам и севастопольцам. От нас, от сургутян. С праздником, дорогие земляки! В честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Сургуте провели дружеский турнир по смешанному боевому единоборству. В состязаниях приняли участие около 30 спортсменов в возрасте 12-13 лет, которые боролись на татаме спортивной школы Олимпийского резерва имени Арарата Пилаяна Югория. Организовала мероприятие Федерация смешанных боевых единоборств при поддержке администрации Сургута. В ходе турнира состоялось около 20 схваток. По их итогам определили 9 победителей. Их награждали дипломами и памятными футболками, которые символизируют поддержку в борьбе против терроризма и экстремизма. Сегодняшнее мероприятие у нас приурочено Крымской весне. Такие мероприятия объединяют подрастающее поколение, помогают сохранить историю и формировать правильное идеологическое мышление. Эти турниры мы проводим традиционно. В этом году у нас он первый. Это самая юная категория возрастная у нас. Дети, которые позанимались по 2-3 года. Тем не менее, мы проводим мероприятия для того, чтобы подготовить их к переходу в более старшую возрастную группу 14-15 лет. Каждое спортивное мероприятие – это экзамен для них. Экзамен физической подготовки, тактической, технической подготовки. Этот экзамен потом будет разбираться с тренером. Выступали на турнире воспитанники спортивных школ и клубов Сургута, таких как Югория, Клуб «Союз», Академия ММА, Норт-86, Чемпион-86 и других. ММА – довольно перспективный вид единоборств. Им занимаются более тысячи жителей города, преимущественно в возрасте от 14 до 25 лет. Сургутские бойцы активно выступают на региональных, всероссийских и международных турнирах и всегда добиваются успехов. Например, участник дружеского турнира Александр Шкуро занимается три года смешанными единоборствами, занял первое место в окружных соревнованиях. Это его не первое и, уверен боец, не последняя награда. Я занимаюсь с четырех лет. Я начал ходить сначала на айкидо, там занимался до 11 лет. Потом захотел каких-то соревнований. Вот я сейчас уже тренируюсь третий год. Недавно были по округу соревнования, там первое место. До этого еще было много соревнований. За победу более 650 тысяч рублей в поддержку бойцов специальной военной операции собрали сургутяне в минувшее воскресенье. В Театре Сургутского государственного университета прошел благотворительный концерт. Эти средства, как рассказали в ректорате вуза, передадут в специальный фонд помощи. Деньги потратят на покупку квадрокоптера. Собранной суммы для этого достаточно. В помощь бойцам пошли не только деньги с покупки билетов, но и пожертвования, которые делали гости концерта в течение всего мероприятия. Отметим, что организатором мероприятия выступил непосредственно Сургу. Благодарю всех вас за то, что сегодня вы здесь, за то, что вы приняли участие в этом гуманитарном проекте и за то, что действительно мы вместе. Вы знаете, наверное, у каждого народа есть свой какой-то особый источник силы. И мне кажется, что для нас, для русского народа, это прежде всего крепкие корни. Это вера в людей и это взаимопомощь. Умение отвечать на любые вызовы единства. На концерте благодарственным письмом наградили мальчика Илью из поселка Федоровский. Ученик третьего класса написал послание, вложил его в посылку, которую отправили бойцам на СВО. Его обращение попало к служащему с позывным «Ангел». Солдат записал видео с благодарностью Илье, пообещал, что письмо сохранит в память о доме, о родной стране, где его ждут и уважают его службу. Также боец выразил благодарность семье и учителям мальчика за достойное воспитание подрастающего поколения. Всей нашей молодежи, всем нашим детям, всем нашим подросткам, всей молодежи нашей страны. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что ты рад был встретить. Мы тебе, наверное, этот ролик передадим, пускай он будет в семейном архиве. Я думаю, дай Бог, у вас завяжутся с ангелов. У тебя еще, кроме ангела-хранителя своего, от Бога, есть еще вот такой ангел-хранитель. Да, я буду гадать. Там, где традиции. В минувшие выходные в деревне Русскинская состоялся слет оленеводов, рыболовов и охотников. Мероприятие стало самым массовым за последние несколько лет. Его посетили более пяти тысяч человек. Гости праздника могли прокатиться на оленьих упряжках, полакомиться местными деликатесами, приобрести на ярмарке сувениры и дикоросы. На сцене выступили творческие коллективы. Болельщики поддерживали участников спортивных состязаний. Они соревновались в гонках на оленьих упряжках, беге в национальной одежде, метанию тензиана на хорей, прыжках через нарты. Также в программу в этом году добавили новый вид состязаний – гонки на лыжах за оленьими упряжками. Все это для того, чтобы гости Рускинской могли полноценно погрузиться в колоритную атмосферу традиций коренных народов Севера. Оксана Ярославцева продолжит тему. Основная часть праздника проходила на новой событийной площади. На церемонии открытия слёта выступили первые лица Сургутского района, которые поздравили всех посетителей праздника. Добрый день, уважаемые друзья. Рад приветствовать вас на традиционном национальном празднике. Слёт оленеводов, рыбаков и охотников. Да, действительно, как Андрей Александрович сказал, он стал визитной карточкой нашего Сургутского района. Но ещё хочу добавить, что это малые олимпийские игры среди малочисленных коренных народов Севера. Главными событиями стали, безусловно, сами соревнования. Метание тензиана на хоре и прыжки через нарты, бег в национальных костюмах и участие в турнире по национальной борьбе собрали большое количество гостей, желающих посмотреть на национальное искусство. Самое зрелищное событие – гонка на оленьих упряжках. В соревнованиях принимали участие как мужчины, так и женщины. Выбирали победителей не только по скорости, но и по тому, как содержат своих подопечных хозяева. Оценивали нарты, костюм и саму оленью упряжку. Участников, если по спортивным соревнованиям, сейчас могу сказать, по гонкам на оленьих упряжках, 30 мужчин, 15 женщин. Это пока потому, что идут соревнования. По остальным еще идет регистрация участников. Соответственно, будет и метание тензиана на хоре, прыжки через нарты, бег в национальной одежде. Кроме того, для местных жителей и гостей праздника на сцене событийной площади выступали творческие коллективы. Артисты, демонстрировая народные костюмы, песни и танцы, приехали на мероприятие и мобильный технопарк, где детей знакомились с информационными технологиями. По традиции открылась на слете и ярмарка, где каждый желающий мог приобрести сувениры из кости, шкуры животных, дикоросы, рыбу и оленину. Событийная площадь, которая появилась в Рускинской, где, собственно, и провели день оленевода, рыболова и охотника, не последний объект благоустройства деревни. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, что в планах до 2025-го организовать новые объекты инфраструктуры, которые будут не только радовать местных жителей, но и привлекать туристов для отдыха в муниципалитете. Это только первый этап, самый начальный. Событийная площадь, уже традиционное мероприятие слет охотников-рыболовов Сургутского района. Начали с благоустройства. В этот год вторая очередь. Зона отдыха у воды. Это деревня. Ну а следующий этап должен стать глэмпинг-парк. Сегодня в Сургутском районе проживает порядка 3,5 тысяч представителей коренных народов Севера. Из них 2,5 тысячи ханта и манси живут в стойбищах и занимаются народным промыслом. День оленевода, рыболова и охотника – отличная возможность не забывать про культуру и обычаи коренных народов. Интересно и познавательно провести время и погрузиться в атмосферу настоящего праздника в окружении национальных богатств. Оксана Ярославцева, Анастасия Петрова, Никита Бабенко, Сургут-24. Студенческая весна – ежегодное мероприятие, которое проходит в Сургутском государственном педагогическом университете. Это творческий фестиваль, на котором студенты могут продемонстрировать свои таланты. В этом году в зрительном зале присутствовала съемочная группа «Сургут-24». Мария Ливанян расскажет подробности. Фестиваль студенческого творчества «Весна» Сургпу подошел к концу. В этом году выступить на сцене педагогического университета удалось не только студентам, но и учащимся 10-11 классов из семи школ города. Мы в этом году решили провести не просто студенческую весну, а весну Сургпу. Начать ее открыть по-настоящему и открыться. Открыться всем, кому творчество не безразлично, открыться в том числе школьникам. Поэтому в этом году на сцене Сургутского педагогического университета выступали не только студенты, но и учащиеся 10-11 классов, чему мы очень рады. Выступали на фестивале и, конечно, студенты всех пяти факультетов вуза. Каждый учащийся любого курса имел возможность стать обладателем специального диплома. В программе множество направлений, в которых ребята могли проявить свой талант. Музыка, театр, хореография, мода. Кроме того, были не концертные направления, такие как журналистика, видео, арт, где студенты могли показать свои умения, не выступая на сцене. Номинаций «Правда» очень много. Вы видели по церемонии награждения, были концертные и неконцертные номинации, их было «Правда» очень много. Мы специально расширили номинации, чтобы у ребят, у каждого была возможность наиболее точно проявить свои способности, свой талант. Сидящие в зале зрители поддерживали своих одногруппников и друзей, выкрикивая аббревиатуры своего факультета. У нас были отборочные просмотры, на которых мы смотрели готовность номеров ребят, и давали некую обратную связь, что вот здесь нужно подработать, подобрать, вот здесь убрать грязь. И тем самым ребята, если исправлялись, их номера проходили дальше, уже непосредственно на отсмотр для зрителей и для экспертов. Если же не получалось, но мы ребятам даем наставления, помогаем их в следующем году также принять участие и уже сделать совершенный творческий номер. У экспертов была сложная задача выбрать победителей студенческой весны. Определить одного из многих других не менее артистичных студентов было нелегко. Я вообще посмотрел то, что творится на сцене сегодня, происходило на сцене, то есть в области танца, в области музыки, пения, какого-то театрального искусства. Но тоже я вижу, что есть и уже результаты, и еще большой потенциал на будущее. Победителями и обладателями гран-при весны СУРГПУ стал факультет физической культуры и спорта. Эмоции передать вообще невозможно, это просто лучшее, что могло с нами случиться. Особенно за этот месяц, то, что мы готовились, это вообще просто отпад. Я там на сцене стоял, я чуть в сознании не потерял счастье. Нам программу дали, я уже такой, вот у меня же гран-при, я такой, все, можно уходить вот так вот просто. Готовность школы на 900 мест в 42-м микрорайоне СУРГУТа сегодня составляет 75-80%. Застройщик, который занимается возведением этого крайне нужного объекта образования, СИПРОМСТРОЙ. Компания планирует закончить все работы в сентябре этого года. Об этом журналистам рассказал соучредитель группы компаний Николай Старожук. Объект, напомним, находится в сургутской программе развития образования. Для западной части города, где с местами за партами вопрос стоит очень остро, школа действительно очень необходима. Однако ввести объект в эксплуатацию недостаточно. Власти СУРГУТа должны будут еще пройти процедуру лицензирования учебного заведения. Также на сегодняшний день неясен вопрос с выкупом здания образовательного учреждения. На данный момент, сообщил Николай Старожук, гарантии выкупа школы у СИПРОМСТРОЯ по-прежнему нет. Тем не менее, компания продолжает работы и намерена завершить их в течение нескольких месяцев. Сегодня этим всем образом идут отделочные работы, мы отопление пустили в школу, значит, спецработы, значит, большая степень готовности, вентиляция, электроснабжение и прочее. Мы практически все оборудование, ну, то, что для общестроительных работ, значит, спецработы, мы уже закупили, они у нас уже есть. К строительству школы, добавлюсь, СИПРОМСТРОЙ приступил в 2021 году и в столь оперативных сроках возведение отмечает заслугу своего завода железобетонных изделий. Помимо выкупа школы в 42-м микрорайоне еще предстоит решить вопрос с дорогой к ней. В этом году ее, скорее всего, не будет. Подрядчику предстоит перед асфальтированием сделать проект проезда, пройти экспертизу. По плану ввод дороги намечен на 2024-й, однако это не значит, что к учебному заведению нельзя будет пройти или проехать. Согласно договоренностям СИПРОМСТРОЙ и городских властей, на период строительства постоянной улицы компания оставит действующим свой временный заезд со стороны улицы Есенина. На период, пока мы ведем школы, она будет, дай бог, эксплуатироваться, то есть работать, может быть, не в этом году, может быть, с нового года, но, скорее всего, будет в учебный сезон или получебного сезона следующего года, значит, будет отсуществляться проект по временной дороге. Меньше двух недель осталось до старта приема заявлений в первые классы. Документы родители Сургутского района смогут отправить через портал госуслуги, начиная с 31 марта с 9 часов утра. В этом году в муниципалитете ждут около 2000 первоклассников. Специалисты Департамента образования района советуют заранее прикрепить все необходимые документы к электронному заявлению, чтобы в назначенную дату просто нажать на нужную кнопку. Первым этапом идет зачисление детей, которые зарегистрированы на территории, прикрепленной к школе. Те, кто решил пойти в другое образовательное учреждение, не по месту прописки, смогут подать заявление с 5 июля. Важное условие – в выбранном учебном заведении должны быть свободные места. Далее на электронную почту заявителя или телефонным звонком будет обозначена дата, когда уже родитель законный представитель должен прийти в школу и без очереди, совершенно спокойно, уже полностью посмотреть все, расписаться в заявлении, задать какие-то вопросы, получить консультацию. Поэтому будет достаточно удобно. Удобно и для тех родителей, которые находятся в командировках, в отпуске, не могут в силу своего рабочего времени прийти в образовательную организацию. Преимущественное право на зачисление в определенную школу теперь есть не только у кровных братьев и сестер, но и у приемных, которые воспитываются в одной семье. Больше всего первоклассников ожидают в Солнечной, Белоярской 1 и Федоровской 5 школах. Параллели должны дойти до буквы «З». Заместитель директора департамента образования Сургутского района отметила, что родителям не стоит волноваться, что класс под определенной литерой будет сильнее, ведь в муниципалитете есть особая традиция распределения педагогов. Во время переклички выходят учителя и в присутствии родителей вытягивают тот литер, в котором они станут классным руководителем. Поэтому невозможно будет своего ребенка определить какому-то учителю. То есть определяются классы комплекта, а потом выбирают. С удовольствием в процедурный кабинет. В сети диагностических центров «Лабрум» в воскресенье творили добро. Для юных пациентов действовала скидка при сдаче анализов. Их развлекали сказочные герои. А по итогам акции медучреждение перевело часть от выручки в траекторию надежды для реабилитации и лечения подопечных благотворительного фонда. Подробности события у Карины Алексанян. Ростовые куклы 19 марта встречали клиентов в диагностических центрах «Лабрум». Олаф, единорожек Пупси, Зайка и Мишка Тедди создавали атмосферу для комфортной сдачи анализов юными пациентами. Как показывает практика, взятие крови у одного ребенка занимает от пяти минут до получаса в процессе общения, разговоров, уговариваний, убеждения, что ему нужно пройти это обследование. Потому что у родителей не получается договориться изначально. Возникла идея отвлечь ребенка после взятия крови, после самой процедуры, отвлечь, чтобы у него было приятное воспоминание, чтобы в следующий раз не было вот этих вот терзаний, сомнений, мучений, слез, паники. Это совместная идея центра «Лабрум» и «Траектории надежды». Благотворительный фонд входит в группу компаний «О-Медиа». Центр «Хоп Китс», который тоже является участником нашей группы компаний, предоставил сказочных героев для самых маленьких посетителей – диагностических центров на Ленина 46 и Энгельса 11. Ребята заинтересованы, все играют, фотографируются, родители приходят с настроением. Конечно, мы не проходим в процедурный кабинет и там не можем успокоить малыша, но потом уже, когда они выходят, более быстрее успокаиваются. И я думаю, что это для родителей очень спокойно. И в целом, также, когда родитель приходит и ему не с кем, например, оставить ребенка, чтобы они всегда имели в виду, что когда у нас проходит такая акция, ну и «Лабрум» каждое воскресенье предоставляет также своих сотрудников для того, чтобы с ребятами кто-то посидел. Каждое воскресенье у «Лабрум» действует бессрочная акция – 10-процентная скидка всем юным пациентам. Не только на манипуляции в кабинетах, но и при покупке товаров в аптеке. А теперь у партнеров диагностического центра и благотворительного фонда в планах создавать такие веселые воскресенья систематически. Ко всему этому доброе делают не только они, но и пациенты. С помощью благотворительного фонда «Траектория надежды» у нас появилась реально уникальная возможность реализовать нашу задумку и при этом поучаствовать в благом деле. 5% суммы сданных анализов нашими клиентами пойдут в благотворительный фонд «Траектория надежды». Мы очень на самом деле рады, что многих наших клиентов откликается и пересекаются наши ценности. Помочь другим также пройти диагностику, либо приобрести необходимые для лечения препараты, либо возможно какой-то прибор. Чтобы быть в курсе всех акций, сургутяне могут присоединиться на платформе UDS, Клабрум, а также к «Траектории надежды». Там есть пункты, различный мерч, который мы сейчас выставили. Приобретая мерч «Траектории надежды», у нас очень качественные, хорошие продукты. Идут деньги на пожертвования в наш фонд. Также у нас выставлены там сборы на детишек. И можно сделать напрямую пожертвования. Сейчас очень хорошо прикрепляется Яндекс.Пэй. И напрямую возможность, если уже прикреплена эта карточка, сразу идет транзакция в благотворительный фонд на расчетный счет. Каждому юному пациенту в процедурном кабинете за смелость выдавался купон, который ребенок обменивал в аптеке Лабрум на полезный приз – аскорбинку. Карина Александян, Сергей Коликов, Сургу-24. Это все новости на сегодня. Выпуск завершает коммерческая информация и прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. До свидания. Продолжение следует... Подправляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» – отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте – 765-708. Телеплюс. Провайдер «Тоего города». Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут-24. 16+. ЛАВ-РАДИО – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир ЛАВ-РАДИО – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. ЛАВ-РАДИО – это утреннее шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и... Биг ЛАВ-ШОУ. В общем, вы поняли? Слушайте ЛАВ-РАДИО. Хорошо там, где есть Радио Дача. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери Радио. Авторадио. Энерджи. Дача. Русский хит. ЛАВ-РАДИО. Позвони. 221-222. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова